Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. Все мы с вами любим игру Play Notes Battlegrounds, у которой есть множество аналогов. Некоторые из них появились раньше, чем вышла сама игра, некоторые появились позже, а также все платформы практически принялись ее клонировать на свой лад. И есть в Google Play и в Apple Store множество видов этой игры. Мы с вами сегодня поиграем в игру, которая вышла совсем недавно, Rules of Survival. Сделаем такой обзорчик на нее и посмотрим, достойна ли она считаться самым крутым клоном нашей Play Notes Battlegrounds. Давайте попробуем. Игруха вышла на платформе iOS Android, можете ее уже скачивать. А это не реклама, сразу говорю. Просто мой товарищ посоветовал, сказал, что вот вышел, попробуй поиграть, может быть обзорчик получится. Давайте попробуем, может быть он и действительно получится. Я уже заходил в эту игру, сыграл одну каточку, пока ничего не разобрался, но будем разбираться по ходу дела. Безначальная картинка мне очень даже нравится, несмотря что мотоцикл каких-то гигантских немоверных размеров. Давайте попробуем поиграть. Вот вы видите нашего персонажа, какой-то он малость непропорциональный, да, у нас тут есть какие-то штуки. Таблица статистики у нас есть. Смотрите, здесь можно играть, кстати, в соло-режиме, дуо и в сквадах, так же как и в оригинальной Battlegrounds, что является довольно-таки хорошим боевичком на телефончике. Я уже играл в игру, называется Battle Game, по-моему, тоже похоже, очень ужаснейшая графика, ужаснейшее управление, все вообще невозможно играть, все топорно. А здесь, блин, да вроде как даже нормально. Здесь вы можете настроить музыкальный эффект, естественно, графику поставить и громкость, ну, в общем, все как надо. Графика, кстати, это очень хорошо, так как есть ультра, высокая, средняя и низкая. Также есть куча разных еще непонятных вещей, управления, смотрите. Ну, и, в общем, тут есть настройки прицела, как вы видите, иконки всякие. Это все пока непонятно, у нас пока обзор. Давайте посмотрим на саму игру. Бронза, бронза, что значит бронза, пофигу. Вот, мы выбираем соло, дуо и сквад. Значит, можно товарищей выбрать, да? Можно добавить друзей, это очень круто, ребят. Кто купил себе iPhone 10, там, или 8, за безумные деньги, на которые можно было купить просто топ-компьютер себе, тысячу, там, за 90 собрать хорошую сборочку, он все же все равно выбрал iPhone. Ребята, хорошие новости, вы можете играть в Battleground, точнее, похожий на Battleground шутирочек. Давайте поехали. Графоуни мне очень нравится. Вот, реально, графика хорошая, действительно, качественная. Если даже, вот, поиграть вот одну катку, да, где-то на середине, вы, в принципе, забываете, что это мобильная игра. Ну, она действительно очень круто проработана, вы сейчас это все увидите. Ну, не стоит, главное, забывать, друзья мои, что это телефон. Это игра на телефоны, не на компьютер. Вот. Конечно же, вы сейчас видите, наверное, все на большом экране, так как, скорее всего, смотрите на компьютере. Если у вас есть возможность посмотреть на телефоне, посмотреть на телефоне, это будет более правдоподобно выглядеть, и это круто. На самом деле. Очень много иконок. Вот вы видите, есть удар, есть кнопка лечь, кнопка сесть и кнопка прыжка. То есть, соответственно, мы с вами поворачиваемся вот на эти кнопочки, ворочаем. И другим пальцем надо вращать всю камеру, что не очень удобно. Трандулетик у нас есть даже. Можно говорить. China number one. China number one. Ясно. Какой-то глаз. Что означает глаз, я ума не приложу, если честно. Но у нас есть карта. Карта довольно-таки большая тоже. Можно ставить метку? Вот. А как я должен метку поставить? Ладно, короче, забьем на это дело пока что. И давайте где-нибудь спрыгнем с вами. Оп. Прыжочек пошел. И как управлять? А, то есть вот просто вниз. Смотрите. Да это как реально в батлграунде. Я вот что-то первую каточку поиграл. Как-то особо не заметил. Просто так прощелкал. Упал вниз. Быстро умер, когда нашел машину. И все. А как поворачиваться? Вот. Знаете, ребята, я что вам хочу еще сказать интересное. У многих игроков батлграунда пока еще не завезли оптимизацию на стабильные сервера. Вот такая вот графика. Так что ничего страшного. Вообще я не вижу. Так. Конечно, управление парашютом немножко дерьмовенькое. Но ничего. Лаги есть, да? Лаги есть. Это невозможно не учитывать. Но, блин. Делайте, ребята, скидку на то, что это у нас все-таки телефон. Почему я не могу бегать? Ой, могу. Все. Как бежать именно я не понял. Можно прыгать. Давай, прыгай уже. Оп. Смотрите, здание как с гаражом. Это прям вообще полностью... Оп. Я нашел что-то. Эй, друг. Короче, не понимаю пока ничего. Давай уже иди. Здание с гаражом. Прям в точности как батлграунде. Только вот немножечко другое. Так. Мы нашли с вами АКМ. Рюкзак. Патроны для винтовочки. Дробаж. Ну и, соответственно, патроны. А как я должен стрель... Вот. Стреляете и перезаряжаетесь. Блин, гениально. Не очень удобно управлять. Не очень удобно управлять. Бандажики. А как менять оружие? Я вот что-то не врубаюсь. А вот. Нажимаем на оружие. Перезаряжаем. У нас дедушкин дробовик. И не совсем понятно. Он иногда бежит, иногда нет. Надо как-то назад двигаться постоянно. Шлем. Опа. Первый шлем. Ты шлем. Да смотрите. Вот встаньте вот так вот. Если вы смотрите на компьютере. Отойдите от монитора на метр. И, блин, вы не почувствуете разницы. Блин, это круто. Вот. Ну вот с управлением, конечно, проблема. Я почему-то не могу. Иногда нажимаю вперед. Он просто стоит. Вот. Надо нажать назад, а потом идти. Ну, это как-то странно, если честно. Интересно. Так, это у нас М-шотган. Второго уровня рюкзачочек у нас есть. СМГ мы брать, наверное, не будем с вами. Хотя мы можем взять СМГ вместо дробовика. Вот оно. Что происходит? Так, стоп. Я слышу. Что, шпан какой-то едет? Где ты едешь-то? На горе? Далеко, короче, он ушел. О, бустик. Бустик. Отлично. Главное не сдохнуть. Вот это главное. Блин, а в чем проблема? Я вот, мне реально очень напрягает тема, что я иногда не могу идти вперед. Если вот я сейчас становлюсь, все, я не могу идти вперед. Только если я найду вправо, там, назад. И только тогда я могу ходить. Так, мы в зоне или нет? Мы в зоне. Ну, первая зона, понятно. У нас, кстати... Давайте ляжем пока. Посмотрим рюкзак. У нас в рюкзачке есть... Вот наш как раз калашик. У нас есть дробовичок. Всякие бандажики. Как их использовать, я не знаю. Наверное, через инвентарь все-таки. Так, кто-то где-то что-то взорвал. Слышите взрывы, да? Я слышу. Тачку надо найти. Я в прошлый раз сдох. Кто-то едет. Вон он, вон, видели? Давай! Я, типа, дамажу по нему или нет? Чухан! Стоп! Ну, давай уже гаси эту тварь. Все, убил, да? Так, перезарядись. А как мне надо перезаряжаться? Я что-то не понял. Блин, как все тяжело, ребята. Типа, он автоматически должен перезаряжаться? И, смотрите, вместо сундука у нас выпадает с вами вот такая вот херовина. Которая... Так, опять сзади что-то происходит. Ну, стреляются. Один килл есть. Это вот такая херовина. Я еще никого не убивал. Отлично. У нас есть прицел. У нас есть бусты. У нас есть броня. Так, АКМ, райфл. Это у нас не то. Вот что он... Что-то... Короче, какая-то херня. А в кусту можно сидеть? Рили, да ладно! Папич стайл. Смотрите, все. Отлично. Очень крутая игра. Блин, ребята, вот... Я вам скажу честно. Из всех симуляторов батлграунда. Из всех имитаторов батлграунда. Я вам скажу, что это самая четкая версия на мобильные телефоны. Вот просто самая четкая. Так, давай-ка... Тут что-то происходит. Тут, наверное, народ есть. Что я хотел посмотреть-то, блин? Я даже не... Давайте ползать. Реально крутая игра. Если бы у меня был слабый компьютер и сильный телефон... Ну, телефон вроде нормальный, а вот по компьютеру у меня сильный. Но если бы был слабый, я бы играл в это. Так, едут. Я бы не играл в Fortnite, ребят. Нет, ничего не имею против Fortnite. Игра нормальная. Мне просто как-то не особо зашла. Меня убивали в каждой катке. Абсолютно. Абсолютно не понял механики. Там труп. Кстати, а смотрите, у меня... Как перезаряжаться? Вот прицел. Сзади какой-то чушпан едет. Там трупа, кстати, смотрите. Как перезаряжаться, я пока не понял. Но, блин. Надо разобраться. Почему-то авто написано. Блин, а что я должен сделать, ребята? Вот тут. Ну, тут понятно. Нажимаешь выстрел, и он как бы автоматически перезаряжается. У меня тоже авто. Но, видимо, нужно сначала дострелять свои патроны, а потом уже, блин, перезаряжаться. Это не очень удобно. Ну, ладно. Что по зоне? Что по зоне, ребята? Есть красная зона? Есть красная зона. Я ее просто не вижу. Зона долго сходится. Интересно, у всех так... Ребятки, если вы играете в эту игру, или уже поиграли, напишите мне, пожалуйста, в комментарии, у вас лагает вот это вперед идти? Если вы остановились. Так, тут где-то замес. Опа! Смотрите! Попал? Где ты, тварь? Надо за дерево идти. Мразотиш! Опа! Вот он, вот он, вот он! Так, давайте-ка мы с вами... Блин, опять вперед. Давайте мы с ним вот подползем. Сейчас он будет лутаться. А мы с вами просто будем его чекать. Это, кстати, обычный коллиматор, как я понимаю. Или 2Х. Вы слышите это? Он к нам, во-первых, бежит. Это аирдроп. Это аирдроп. Это аирдроп, ребятушки. Но у меня сейчас пока нет... Опять стреляют. Лечь! Так. Ааа, тварь такая! Ну, я залагал ему, мне все. Я не смог ничего, блин, сделать с этим. Он просто меня загнобил. Ну, я убил одного чувака. Я занял 35 место из 119, кстати. Давайте сыграем еще каточку. Че уж на то пошел. Мне понравилось, блин. Очень круто. А давайте, ребята, сыграем в сквады. Вот, реально. Мы сыграем в сквады. С нами будут какие-то рандомные чуваки. И все. Ну, к управлению нужно, друзья мои, привыкать. Это вот вообще что-то с чем-то. Это практически невозможно делать. Поворачиваться там и так далее. Давай перезаряжайся уже, скотина. Надо потренироваться. Вот я вот бегу. Бегу. Оп. Оп. Вот так вот. Хоп. Блин, нет, фигня. Но мне не повезло, что был дробовик дедушкин. Оп. Блин, если честно, я до последнего думал, что это... Эти ребята... Боты, короче. А оказывается, нет. Летим! У нас есть тут мини-сосновка, кстати. Эй, заткнитесь, а, ребята. А давайте нет. China number one. Hello, hello. Hola, hermano. Do you speak Russian? Do you speak Russian, bitch? No, no, no. Do you speak Spanish? No, no, no. Oh, my God. Jump? Jump? No? Just English. English, no. No, круто. No, круто. No, круто. Fifty-fifty. Fifty-fifty. I speak Russian and Spanish. I speak Russian and Spanish. На самом деле, я вру. Естественно, о каком спанише речь, я могу сказать только привет на испанском. Так, ладно, пошли ни нахрен. Короче, я буду знать... Я буду... А, они чё-то на русском говорят. Tell, please... Guys, guys, tell, please, жопа. Tell, please, жопа. Okay, okay. Tell me, please, жопа. Жопа, водка. Do you speak English? No, no, I don't speak English. Tell me, please, жопа. Россия, Россия. Да, да, именно. Водка, балалайка. Ладно, ребят, короче, разговор умственно отсталых людей, короче, вот когда на разных языках общаются. Смотрите, что я нашёл. У меня есть точила. Но я, естественно, не пойду в тачку без оружия. Мне нужно сейчас найти сначала чё-нибудь постреляться. Блин, весёлая игра. Я вообще кайфую, ребята. Очень круто. Но, блин. Наверное, постоянно уж я играть в неё точно не буду. Но это же, блин, игра на телефон. Я такой человек. Я в телефон редко вообще играю. Там стрельба. Вы извините, что я молчу, когда такие моменты происходят. Я вот такой человек. Я не могу просто взять и балаболить, пока там кого-то мочат. Я что-то взял. Я не знаю, что это такое. Переучиваться это всё надо делать. Сложное, знаете ли. Смотрите, броник. Первый уровень. Есть такое дело. Что это такое? Короче, какая-то байда. Ставится автоматически. Давайте на тачке покатаемся. Что мы за топами, что ли, сюда пришли? И кому они нахрен нужны, ребят? О каких топах может быть речи? Вы посмотрите на это чудо. Разработчики игр на мобильном телефоне просто научились делать шутеры. Ну, конечно, подлагивает иногда. Ну, а что теперь? Ну, машина в асфальт провалилась. Что теперь? О, смотрите, какая она крутая. Тут есть нос. Заки сезон. Что происходит? Смотри, поехали. Ништяк. Вот это управление по мне. Вот это на пальчике хорошо вообще. Это что, перевернуть машину? Спрыгнуть! Это было спрыгнуть. Машина, стой! Стой! Ещё одна машина. Нам надо с вами сваливать. Надо валить вглубь зоны, искать что-нибудь себе, хилиться. Кстати, хилиться вон, как оказывается можно. Не заметил внизу. Видите, может быть, бустик у меня есть. Школа это или что это такое вообще? Блин, ну это реально батлуха на минималках просто. Самое то. Нос! Поехали! А что, всё типа? О, зажать на... Нет, я не понял. Короче, не, ездить мы так не будем. Что происходит? Так, мы уже в глубине зоны. Давайте тут поутаемся. А, нет, тут трупы уже были. Мы лутаться здесь с вами не будем. И вообще, где мои друзья? А, двое осталось живых только. А, нет, все трое живы. Смотрите-ка. Всё нормально. Надо найти стреляло хорошее. И уже мочить. И у меня в прошлый раз получилось практически убить того чувака. Но вы видели, я там лежал, стрелял. И у меня типа показывают, мол, нельзя стрелять. Какого-то фига. Я не знаю почему. Но это уже не... Эй! What the fuck? What the fuck? Куда я нажал? Эй, эм, Эрманос. Хелп ме, плис. Хелп ме. Хелп ме, гайс. Хелп ме, гайс. Гайс, хелп ми. Плис. Ну, ладно. Ладно, thanks for game, for this game. Very beautiful. Very wonderful. До свидания. Короче, ребятки, я думаю, на этом достаточно. Я, наверное, еще сыграю в эту игрушку как-нибудь в ролике. Может, и не в ролике. Все зависит от вас. Если вы поставите лайк, я обязательно сыграю в эту игру еще раз. Потому что мне понравилось. Это интересно, это как-то кайфово так по приколу, можно сказать, порубиться. Также можем собрать свой сквадик, если захотите. Так что пишите в комментарии, ставьте лайки. С вами был Маламадрас. Увидимся в новом видео.